Что кажется безвредным, но на самом деле опасно для жизни? Привет, мне нужен помощник. Если ты умеешь пользоваться мышкой и клавиатурой, у тебя есть базовые навыки фотошопа и свободный час времени, то напиши мне в телеграм. Ссылочку я оставлю в описании и в комментариях. Там расскажу все подробности. Всем приятного просмотра, а я начинаю. Плохая гигиена зубов может привести к сердечным заболеваниям. А также плохая гигиена зубов может привести к абсцессу головного мозга. Как и любая другая необработанная инфекция на вашем лице может попасть в мозг. Мокрая плитка. Именно поэтому эти шутливые видеоролики с людьми, которые кладут масло на плитку. Чтобы люди подскользнулись, меня так бесят. Так можно убить кого-то, и это совсем не смешно. По всему дому появляются записки, которые ты там не оставлял. Ух, угарный газ. Этот тред был сумасшедшим. Какой тред? Пост, написанный в реддите много лет назад, когда реддитер спас чью-то жизнь, предположив, что автор просто отравился угарным газом. На пляже. О, смотрите, вода далеко ушла. Цунами? Да. Британка на каникулах спасла тысячи жизней, потому что недавно изучала цунами в школе. Вода. Удивительно много людей умирает от утопления. Практически любой вид водного спорта может быть до смешного опасным. Если вы не знаете, как сделать это безопасно, или у вас нет надлежащего оборудования. Мой папа любит каякинг, и он долгое время не решался учить меня, потому что он сам чуть несколько раз не умер. Угарный газ. Поскольку у угарного газа на самом деле нет запаха или вкуса, почувствовать утечку невозможно. Угарный газ пугает меня. У нас в доме около шести детекторов. Моя мама ходила в среднюю школу с парнем, который потерял всю свою семью из-за утечки угарного газа. Через несколько лет после окончания школы. У них с женой родился ребенок. Они приехали в родительский дом на рождественские каникулы. Там была вся его семья, и у их ребенка начались проблемы с дыханием. Поэтому он и его жена отвезли ребенка в больницу. К тому времени, как они вернулись, все остальные умерли от отравления угарным газом. Он потерял всю свою семью. Местные законы требуют только один детектор. Во всем доме. Но они у нас есть во всех спальнях, у печной, у сушилки и так далее. Разыграть кого-то с аллергией, дав ему немного этого аллергена. Я видел статьи с людьми, которые клали арахис в пищу аллергетика. Я видел статьи с людьми, которые клали арахис в пищу аллергика. Какого хрена? Это не розыгрыш, а прямое покушение на убийство. У моего друга смертельная аллергия на арахис и древесные орехи. И однажды ребенок гонялся за ним с арахисом в руке. Парня в итоге отстранили от занятий. Пищевая аллергия – это не то, с чем можно шутить. Прием геймлиха. Можно разорвать чьи-то органы, делая его. И люди умерли в результате того, что были спасены этим приемом. Если вы сделали его, то сразу же отправляйтесь в больницу. Так как в противном случае жертва может истечь кровью во сне ночью. Противозачаточные таблетки. У некоторых женщины не могут вызвать образование тромбов. ТГВ или тромб глубоких вен. Эти сгустки могут образоваться в любом месте тела. Иногда сгустки крови могут смещаться и переноситься кровью в легкие. Легочная эмболия или сердце, инфаркт. Когда в головном мозге происходит свертывание крови – церебральный тромбос. Они могут вызвать инсульт. Переходить дорогу, даже если горит зеленый. Вот почему я смотрю в обе стороны, когда перехожу дорогу. Я видел, как некоторые из вас водят машину, и это не внушает доверия. Мой ответ – лестница. Я упал с лестницы, когда мне было 13 лет. И не мог сидеть около двух месяцев. А теперь у меня все еще есть шишка на бедре 10 лет спустя. Оглядываясь назад, я задаюсь вопросом, не сломал ли я слегка свой таз. И может быть он зажил неправильно. Но да, лестница может серьезно испортить тебе настроение. Кажется, в детстве я тоже сломал таз. Теперь у меня одна нога заметно длиннее другой. Я скрывал это от своих родителей, чтобы избежать наказания. И это было не лучшим решением. Роды. Удивительно много людей беременеют, не понимая, насколько это может быть опасно. И в конечном итоге получают какие-то травмы, инвалидность или даже умирают из-за этого. Моя мама чуть не умерла, рожая моего младшего брата. В США высокий уровень материнской смертности. И люди до сих пор смотрят на тебя, как на чокнутого, когда ты говоришь, что не хочешь иметь детей. Я поднимаю этот вопрос каждый раз во время каждой дискуссии против выбора женщин. Самим решать, хотят ли они детей или нет. Тяготы беременности и ее последствия сильно преуменьшаются. Даже беременность низкого риска, когда все идет не так, может иметь некоторые серьезные последствия. Забыть вынуть тампон вовремя. Если долго не вынимать оттуда тампон, то у вас может возникнуть токсический шок. А это может быть смертельно опасно. Я так чертовски рада, что они придумали альтернативу тампоном и прокладкам. Если у меня когда-нибудь будет дочь, у которой месячные начнутся так же рано, как и у меня, я куплю и трусики для месячных. Они избавили бы меня от многих неприятностей в начальной и средней школе. Ходить вокруг или позади лошади, не держа на ней руки. Лошади очень пугливы и у них сильный удар. Лошадь может ударить вас по шее и сделать из вас овоща до конца ваших дней, или ваше сердце может остановиться. Если вы должны двигаться вокруг лошади, держите руку на ней. Если она знает, где вы находитесь, ей намного спокойнее. Также пытайтесь двигаться как можно ближе к лошади, чтобы потенциальный удар был менее размашистым. Пить много воды. Есть масса людей, которые выпили более двух литров за несколько минут на вечеринке и умерли от этого. Женщина умерла несколько лет назад, выпив слишком много воды из-за радиоконкурса. Отравление водой. Такое случается. Медсестра даже позвонила в участок и объяснила, почему они не должны устраивать подобный конкурс, но идиоты диджеи проигнорировали ее. Они были уволены, когда женщина умерла, а затем заимели наглость и подать в суд на станцию за незаконное увольнение. Диарея. Это большая проблема. Диарея была самым популярным запросом в Google. В 2017 году почти 1,6 миллиона человек умерли от диарейных заболеваний во всем мире. Человек с непереностимостью лактозы здесь. У меня было довольно сильное обезвоживание от диареи после употребления молочных продуктов. Пейте много воды во время и после. Есть рис, расстоявший долгое время при комнатной температуре. Я не думаю, что слышал это раньше, что немного беспокоит. Что именно в рисе делает его таким опасным? Если вы оставите вареный рис при комнатной температуре на несколько часов, он может вырастить бактерию Bacillus cereus, которые могут вызвать пищевое отравление, которое может убить вас. Иногда эту болезнь называют синдромом жареного риса, потому что люди варят рис и оставляют его остыть для жарки позже. Но не прожаривают его достаточно хорошо, чтобы убить бактерии, которые уже выросли. Многие продукты могут вырастить эту бактерию, просто смерть чаще встречается с рисом. Дело не столько в бактериях, сколько в токсинах, которые они производят. Чем дольше они находятся при комнатной температуре, тем больше токсинов накапливается. Приготовление пищи не влияет на их удаление. Дышать. Почти все, кто умер, дышали раньше. Совпадение? Правительство. Они нас раскрыли. Честно. Просто ездить на машине туда и обратно с работы всегда кажется таким безопасным, что я забыла, насколько это опасно и что нужно быть благодарной за то, что я благополучно добралась домой. Автомобильные аварии – одна из главных причин смертности в США. Кошка царапает и разрывает тебе кожу. Кошачьи когти могут нести смертельную бактерию, которая, если ее не лечить, может убить вас. Смешивание бытовых чистящих средств. Отбеливатель и аммиак могут быть смертельно опасными. В сочетании они выделяют токсичный хлораминный газ. Воздействие хлораминового газа может вызвать раздражение глаз, носа, горла и легких. Не носить перчатки зимой. Шокирующее количество стариков умирает, потому что у них замерзают руки, поэтому они кладут их в карманы. А затем, когда они поскальзываются на льду, они не могут удержаться и в конечном итоге ломают бедро. Я всегда говорю своим старшим пациентам, что лучшее защитное средство, которое они могут купить на зиму – это хорошая пара перчаток. Кто-нибудь упоминал о кирпичике и лего на полу? Как-то раз я убрал заусенец у себя на руке зубами. Через неделю я уже лежал в больнице. Мне сделали три операции. В итоге врачам удалось выиграть этот бой и спасти мне руку. Моя рука заразилась из-за того, что когда я убрал заусенец, у меня образовалась рана, и она начала кровоточить, и я начал сосать кровь, и тогда туда попала инфекция. Я так делал, наверное, сотни раз за свою жизнь. Слишком долго сидеть, потому что у вас могут образоваться сгустки крови в ногах, которые могут попасть прямо в лёгкие и вызвать лёгочную эмболию. Супер опасно. Я бы сказал грибы. Есть старые грибники и есть смелые грибники, но вы никогда не найдёте старого смелого грибника. Любые грибы съедобны. Один раз. Дай человеку грибов, и он будет сытым весь день. Скажи человеку найти и поесть грибов, и он будет сыт до конца своей жизни. Дай человеку огонь, и он будет согрет на целую ночь. Подожди человека, и он будет согрет до конца своей жизни. Опоясывающий лишай. Он уже у вас есть. Это ужасно. У меня было опоясывающий лишай на правом плече, шее, но в основном он располагался на ухе и скальпе. И он может у меня выйти снова в любой момент, в любом месте. И я боюсь, что он может выйти на моём лице и ослепить меня. Хлопнув себя по шее, можно получить инсульт. Правка. Мое понимание физиологии было немного неверным. Это больше связано с нарушением притока крови к мозгу, чем с тромбами. Святой Иисус, это правда? Однажды я ударил себя по шее и почувствовал, как что-то выстрелило мне в голову. И у меня начался дичайший приступ мигрени. Стоит, наверное, заметить, что я страдаю хроническими мигренями. Но, боже мой, как тот приступ был ужасен. Вода. Выпьешь много – умрешь. Выпьешь мало – умрешь. Вдохнешь хоть капельку – да все равно умрешь. Солнечные ожоги могут быть очень опасными. Обычно мы думаем о них как о чем-то опасном. Просто небольшое раздражение и зуд на коже на несколько дней. Но нужно быть аккуратным с этим. Так как несколько солнечных ожогов сильно увеличивают у вас шансы получить злокачественную меланому – рак кожи. Ну что, узнали что-нибудь новенькое? На этом все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Не забывай про то, что я ищу себе помощника. Пиши мне в телеграм, если ты подходишь по критериям. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. А также не забывай про любые комменты длиннее четырех слов.